Идем далее. Против политика Алексея Навального, который отбывает срок по так называемому делу Ивраше в колонии во Владимирской области, возбудили очередное уголовное дело. Об этом стало известно из записи в инстаграме «Политика». Оппозиционер рассказал, что накануне его вызвали к следователю по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России. Тот сообщил Навальному о заведенных на него новых уголовных делах. А двух из них о мошенничестве с пожертвованиями в фонд борьбы с коррупцией. Тут я вынужден сказать, что Минюс включил ФБК в список иностранных агентов. И о создании НКО, посягающей на личности права граждан. Так вот, об этих двух уголовных делах было известно и до этого. Ну а что касается третьего дела, давайте я процитирую. Ну и третье мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, это оскорбление судей Акимовой. То есть самой тетеньке, которая вела сфабрикованное дело об оскорблении ветерана, поразившее всех юристов страны. Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто Навальный оскорбил, вот ему новое дело. Конец цитаты из того, что написал Навальный у себя в инстаграме. Обсудим происходящее с директором ФБК Иваном Ждановым. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Иван, приветствую вас. Что вам известно об этом деле новом, о котором мы лично узнали? Мы знали, что оно обсуждалось, и была просьба возбудить это дело. Но вот оно теперь возбуждено. Что вам об этом известно, и что известно, в частности, о санкции по этому делу? На самом деле, это тоже для нас было сюрпризом, что они возбудили. Про два дела совершенно верно. Мы уже знали 159-е мошенничество, 239-е создание вот этих странных организаций, посягающих на право граждан. А вот про оскорбления, мне, честно говоря, непонятно, зачем они добавили эту статью. Потому что статья не предусматривает реального срока лишения свободы. И такое ощущение, что они просто возбудили это дело до кучи. Вот чтобы еще показать, а мы так можем, и мы обязательно за каждое твое слово, за каждое выступление в суде будем тебя, Алексей Навальный, преследовать. Я думаю, что логика такая, потому что там максимальный срок наказания, 6 месяцев ареста, но арест у нас не применяется, он и так находится, Алексей Навальный находится в исправительной колонии, поэтому тут уж ничего не поменяет для него доведение этого дела до суда. Какие конкретно фразы, какое послужило поводом для оскорбления, нам пока неизвестно. Я так понял от адвокатов, что есть пока только постановление о возбуждении дела, а ничего о конкретных следственных действиях они не говорят. Ну, мы все помним, что этот судебный процесс, пусть он и был, не слишком продолжительным, но он был довольно запоминающимся по градусу дискуссии в зале судебного заседания. И между господином Навальным и госпожой Фроловой, если я не ошибаюсь, прокурором, и разговорах Навального с судьей. Все верно, он был запоминающимся, но их же цель в том судебном процессе была не дать показать картинку, как Алексей Навальный выступает. Мы же собирали буквально то, что говорит Алексей Навальный, собирали из диктофонных записей, каких-то видеосъемок, но их задача была лишить Навального трибуны в том процессе. И своими яркими высказаниями, безусловно, такими резкими оценками, как Алексей всегда умеет, во многом достигалась такая цель, что к этому процессу было еще больше внимания, чем было раньше. Мы показали, что Алексей Навальный показал, что этот процесс не имеет ничего общего с законом. Иван, раз уж мы с вами говорим в эфире, не могу вас не спросить, что вам известно о происходящем с вашим отцом, который сам стал фигурантом уголовного дела, о чем наши зрители прекрасно знают. Что известно к этой минуте? Спасибо большое за вопрос. С отцом завершились следственные действия все, началось ознакомление с материалами дела, но при первом же ознакомлении выяснилось, что следователь принес всего лишь два тома из девяти всех материалов дела. То есть понятно, что они еще что-то дописывают, дорабатывают, вставляют какие-то там бумаги, и только после этого начнут знакомить. Хотя по закону, уголовному процессу это грубейшее нарушение. Если начался процесс ознакомления, то следователь должен принести все документы. Происходят какие-то мелкие, не знаю, пакости, вплоть до того, что моему отцу не передают книги, потому что это главное, чем можно скоротать часы и дни пребывания в следственном изоляторе. Но книг у него нет, а местную библиотеку он практически все уже прочитал, поэтому люди, которые пишут ему письма, сильно помогают. Ну, а в остальном, ну, ждем, собственно, материалов дела, и как только они появятся, безусловно, тоже их опубликуем. Ну, насколько я понимаю, буквально на днях была информация об ухудшении состояния его здоровья, со ссылкой на глокаты Баронина, что об этом известно? Это большая проблема, потому что у него проблемы с давлением, и в местном медицинском пункте не могут оказать надлежащей помощи, потому что там, ну, в прямом смысле слова, медсестра путает глюкометры, тахометры, поэтому говорить о том, что там могут оказать какую-то помощь, нет. От давления он страдал и до того, как его арестовали, теперь эти проблемы обострились. Ну, то есть он мне пишет, что все нормально, адвокат, он говорит гораздо больше о медицинских проблемах, но, видимо, что мы как-то, не знаю, меньше переживали, но, тем не менее, это вызывает тревогу, да, и у меня в том числе. Спасибо. Иван Жданов, директор фонда борьбы с коррупцией. Мы должны по традиции сказать, что фонд борьбы с коррупцией внесен Министерством юстиции в реестр настроенных агентов. Вот сказали эту магическую фразу у нас в эфире.